итак прямой эфир который посвящен релевантности в церквях то есть о чем я хочу поговорить те темы которые говорят церквях релевантны ли они к тому миру в котором мы живем и опять же я не учу я не говорю вам уходить из церкви ходите но здесь я просто задаю вопрос и мы рассуждаем вы можете быть не согласны с моей точки зрения это нормально потому что мы все разные и спор это не значит ненависть и имея свою точку зрения противоположную даже это не значит что мы друг друга ненавидим или мы злимся то просто у нас разные точки зрения что абсолютно нормально и так чем я хочу поговорить если брать первые два-три года до 1 2-3 года христианской жизни когда человек только приходит ко христу как я я ничего не знала ни про библию не про то как молиться не про то как поститься не знала кто такой господь и вот я познаю церкви да и я езжу там на разные конференции общаясь с верующими и так далее да я учусь потому что я абсолютно ничего не знаю и это хорошо то есть на самом деле это прекрасно то есть если это еще плюс какая-то практика да как уисуса было то есть он учил но он также учеников говорил так давайте идите туда потом он показывал свой пример да то есть он не просто говорил с кафедры но он точно также же и мы учимся то есть первые первые годы это прекрасно но я говорю про то что если мы сидим церкви 10 20 30 40 лет и вот мы все познаем и познаем и познаем и познаем вопрос такой да небольшой такая ремарка ревантность относится ли эти проповеди которые вы слышите каждый день в церквях к тем трагедиям которые сейчас происходят я не говорю просто за это отстраненные молитвы за этот мир отстраненные какие-то молитвы знаете вот служение издалека мы здесь помолимся чтобы вон туда прилетела наша молитва и кого-то изменил так тоже может быть но вопрос почему мы почему бы нам например своими ножками туда не пойти и что-то не сделал и так написано до библии что познавайте уникайте в себя и в учение и вот мы сидим вникаем в учение что очень прекрасно вникает библии мы изучаем что там написано как бог нас видит как бог видит церковь как бог видит людей и так далее мы также вникаем себя но вы знаете очень многие вещи которые нам говорили на протяжении многих лет как я была в церкви сейчас я это все переосмысливаю и я понимаю что многие вещи они были мне наоборот во вред да это касается того что например духовное сначала а потом ушел не верь своим чувствам твое сердце слишком лукавое твои чувства тебя обманут живи только верой им я давайте я скажу про себя я отвергала свои чувства я думаю так нельзя так вот такие чувства переживать нельзя быть нельзя сердиться нельзя злиться нельзя бунтовать и так далее то есть нельзя 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 я все чувства в себе закрутила что привело к большим последствиям по созависимости про который говорю дальше вот это это противопоставляется дать и не подчиняешься то есть если ты бунтуешь против чего-то вот мне что-то не нравится я вижу что-то неправильно и я против этого выступаю мне говорят ты бунтарка и это ставится как негатив вот сейчас я понимаю что бунтарка для меня это комплимент то есть не всегда нужно смиряться не смиряйтесь со злом не смиряйтесь несправедливостью не не смиряйтесь идиотизма басторов которые манипулируют многие я не говорю все но кто-то это делает и тогда бунтовать нужно бунтуйте против насилия бунтуйте против того если обижают других если обижают вас дальше говорят что почему ты такая уверенно почему-то так так твердо говоришь я говорю что я научилась любить себя вот я могла всех любить и тех и тех и тех и самых вообще там ужасных а себя и любить не умела поэтому я стала учиться себя любить и когда я стала выстраивать границы когда я стала говорить так со мной разговаривать нельзя я стала уважать себя я салвер да я такая я уверена в себе я твердо там и мне говорят а ты такая гордая и вот это тоже постулат я очень спокойно к этому отношусь я говорю это не гордость это я просто научилась любить себя бог меня любит и у меня учил любить себя это прекрасно дальше это выстраивание границ то есть когда вам говорят сделай это 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 ты христианка ты же должна ты должна мне сейчас простить ты христианка ты должна меня впустить к себе домой ты христианка ты должна мне сейчас денег да ты христианка и в общем я должна 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 и я никому не могла сказать нет потому что я думала что выстраивание своих границ это равно не смирение но выстраивание своих границ это равно здравость и здоровье своей твоей ментальной поэтому сейчас я учусь выстраивать границы это опять же то что я считаю неправильно нас убивали тем или не путем но в меня давайте скажем меня вбивали и сейчас я от этого избавляюсь дальше чувство вины чувствую вины такое ощущение, что, знаете, я должна быть такая вот идеальная, и вот такая мне должна быть христианская картинка, и я должна так идеально говорить, и вот прям вот вообще такая вся должна быть, ну, в общем, такая шелковая. Я говорю, что нет, я не такая, я хочу быть настоящей, простой, просто простой настоящей, и не говорить вот таким вот голосом, или я так где-то в космосе, и не вот это вот лить вот эту благодать да в уши людям а говорить то что я думаю не стесняться этого и это тоже как бы если люди говорят на то что такая 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 я говорю что вы меня чувствовали не повесите а потому что это невозможно потому что я от него избавилась и теперь я живу в свободе я живу так как я хочу вот это называется я вникаю в себя я посмотрел на себя я подумала а почему я боюсь а почему я не могу сказать прямо а почему я не могу защитить кого-то да почему я себя не могу защитить а почему я не могу сказать нет я стала вникать в себя и я поняла чтобы мне столько всего того что мешает мне жить счастливо служить другим людям и поэтому я стала от этого избавляться избавляться от этих черств зависимости, избавляться от людского мнения. И вот эти сейчас религиозные фразы, комментарии, звонки и все, что угодно можете придумать, на меня никак не могут подействовать, потому что я, когда начала вникать в себя, я поняла, что «Ага, вот от этого я хочу избавиться». Для чего? Чтобы жить счастливо, чтобы жить свободно, и вот поверьте мне, вот хорошо. Хорошо, и что касается чувства вины, когда мне говорят «Смотри, у тебя вот здесь вот, отстой, у тебя вот здесь вот, смотри, а вот это неправильно, вот здесь у тебя, а помнишь вот это вот?» И когда мне вот это все говорят «Ребят, я вам могу вот к этому всему еще столько нагрузить, что вот лучше не надо, потому что я так часто говорю, что если вы думаете, что я прошла семь лет в Африке с поднятой головой, в красивом белом платье, у меня был такой нимб над головой, крылья, и я вот по трущобам шла, и вот, знаете, здесь у меня были такие звездочки, сыпало, а здесь такую благодатную пыль. Да не так, конечно, было. И я ошибалась, я поступала немудро, и пройти в белом красивом платье сквозь трущобы невозможно, ты постоянно, ты заляпаешься, где-нибудь подскользнешься и упадешь, ты где-нибудь немудро поступишь, ты где-нибудь, в общем, и все это прекрасно, потому что знаете почему? Потому что я человек. И я исправляюсь, иду дальше и говорю, что невозможно было так вот по ровной струночке, как Ангелу Божьему, пройти ровненько. И когда на нас навешивает вот этот перфекционизм, он на нас потом давит. И вот эти вот, тем более, картиночки, да, мы выставляем в миссии, такие миленькие. И ты потом сравниваешь это с собой и думаешь, фу, я не такая христианка, я отстой. Вот посмотрите на меня, вот я самая немудрая, самый отстой, и вот все, что можно сказать, это я. Поэтому даже такую никакую Бог использует. По чему я вот рада, потому что это его благодать. Итак, релевантность. Это я сказала, что два года, да, мы там учимся, мы познаем Бога, мы себя познаем, мы взрослеем, да. Но когда проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, и вы до сих пор сидите и познаете, познаете мудрость Божию, вот с разной стороны, с этой стороны, с этой стороны благодать, посмотрите, с этой стороны благодать, посмотрите, с той стороны, что такое вера, 7 ключей к вере, 5 ключей к вере. И вот мы сидим, у нас все вот эти ключи, мы уже все в ключах, и вот все познаем и познаем. А мы уже 30 лет в церкви. Просто вопрос. Посмотрите, вы можете не верить моим словам, но проведите такой эксперимент. Откройте любую страничку церкви, любой церкви. Или своей, давайте своей церкви, в которую вы ходите. Открыть свою страничку, что вы там увидите? Я вам скажу. Даже вот, я не открывала до этого, я просто вот, там мы сегодня у нас вечер прославления, завтра у нас конференция, мы молимся, проповедь у нас будет, вера побеждает зло, тогда у нас кормление голодных, здесь у нас детский лагерь, и все прекрасно, и прекрасно, идеально. Вот просто задайте себе вопрос. Вот страничка, да, вот церкви. Откройте страничку ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ тоже спорная организация, но как картинка, и то, что они дают статистику, что происходит, она очень подходит к этому примеру. Если вы откроете ЮНИСЕФ страничку, там будут такие темы. Детский трафик, рабство, голод. Вот, война началась снова в Южном Судане. Я была в рефидж-кемп, в лагерях для беженства в Южном Судане. Они тянутся километры-километры. С одного, чтобы приехать мне в лагерь до другого, частный мотоцикл по пыльным дорогам, они огромны, эти лагеря. Тюрьма, детские тюрьмы, дома для престарелых, педофилия. И это статистика, и статистика, и статистика. Это миллионы людей, которые страдают по всему миру. Итак, откройте свою страничку церкви, или любой церкви, и страничку ЮНИСЕФ. А теперь сравните. А теперь скажите мне, где пересекаются проблемы этого мира с тем, чем занята церковь? Если будет какое-то пересечение, может быть, в одном мы кормим голодных. Уже бинго, слава богу, да? Или мы там... Ну, я всем говорю, что нельзя есть в детские дома на Рождество, это портит ужасно детей, и на две недели миссия, да, в Африку, вы помните, я об этом часто говорю, это отдельная тема. Так, в общем, это у меня отдельная тема, вы можете посмотреть. Так вот, два вот этих мира, реальный мир со страшными трагедиями, с войнами, с конфликтами военными, с голодом, с детским трафиком, пересекается ли церковь с этим? То есть, отвечает ли церковь вот на все это, что происходит? Или все-таки что-то мы пропустили? Просто вопрос. Дышите. Она не говорит мне в церковь не ходить. Ходите в церковь, пойте песни, читайте Библию, вникайте в себя в учения, ходите на домашнюю группу. Мы просто рассуждаем. Вы можете со мной быть согласными, можете быть не согласными. Я просто говорю, какие у нас темы, как правильно молиться, как нужно ходить в церковь, не оставлять из собрания своего, благодать, семья, любовь к себе, как платить десятину, чтобы мы были благословенны. Разве это плохо? Это прекрасно, это хорошо. Продолжайте то же самое делать. Но спросите себя. Наши темы, которые мы говорим в церквях, отвечают ли они на этот мир или нет? Почему мы в церквях не обсуждаем эти темы, которые я сейчас назвала? Я вам скажу причины, которые я думаю, почему мы не обсуждаем, почему нам неинтересна эта тема. Потому что если вы начнете слушать вот про эти трагедии, про конфликты, ну я надеюсь, про то, как дети страдают, если будете видеть хотя бы это, хотя бы немного, во-первых, вам станет неприятно. Но кто хочет слушать про войну? Поэтому мы говорим, не бойтесь и не ужасайтесь. Что равно не слушайте и не смотрите. Потому что это неприятно, страшно, больно. А мы к этому не приучены. Потому что мы, христиане, не приучены видеть боль. Потому что мы не приучены идти туда, где боль. Мы не приучены обсуждать эти темы. Потому что они неприятные. Второе. Если бы мы, например, начали какие-то служения, условно служения, потому что если говорить про меня, я не могу сказать, что у меня было служение официальное в церкви наркомана, например. Я бы не бывшая наркоманка, я бы не употребляла наркотики, героинь. И я там, например, выходила после работы, я шла мимо аптеки, заходила туда, и вот могла час после работы стоять и говорить с пацанами и с девушками. Вопрос, служение ли это церкви? Конечно, нет, это просто моя жизнь. Я иду по дороге, естественно, я поговорю. Ну, как можно пройти, да, если там человек сидит и колется, например. Ну, я никогда не продумываю, я всегда подойду к нему, поговорю. И иногда час затягивался на целую ночь. Нас забирала полиция, и иногда мы там целую ночь, вот, по таким или иным способам, в общем. Но этих пацанов мы вытаскивали, сначала я брала там, да, приглашала их к себе на домашнюю группу. Я говорила, смотрите, ребят, вот дом, приходите ко мне. И у меня на домашней группе было там 10 человек, иногда там больше. Ну, это все были люди с улицы. И после этого мы их везли там в реабилитационный центр. Они проходили реабилитацию и начинали уже служить, начинали открывать там какие-то свои служения и так далее. Но было ли это официальное служение? Нет, конечно. Это просто жизнь. Это просто вот вписывалось все как-то органично в мою ту жизнь, когда я жила в Москве. И если люди начинают что-то делать такое, да, которое не под союзом, не под профсоюзом, очень тяжело это контролировать. Очень тяжело, ну да, контролировать. Поэтому люди боятся таких вот служений, потому что вы теряете контроль. Вы не можете мне сказать там, Наташа, давай расписание. Да нет у меня расписания. Сегодня меня минуты забрали, завтра не заберут. Сегодня у меня 10 человек каркоманы пришло. Завтра у меня похороны. Понимаете? И такое, как вам сказать, не вписывается в служение, да, например, но вписывается идеально в мою жизнь. И поэтому оно подходит моему сердцу, в моей жизни. Также у меня стояли там проститутки на другой части Ленинского проспекта. И вот по ночам я к ним приходила, у меня был термос зимой с чаем, библии. И мы с ними стояли, насколько это возможно было, я разговаривала, отдавала им библии. И, естественно, разговаривала с клиентами, потому что, когда клиенты подъезжали, они подъезжали сначала к ним, потом подъезжали ко мне, говорили, сколько. Я говорю, сейчас тебе скажу, сколько. И начинаю, вот, бесценная кровь Иисуса Христа. И все, мы зацеплялись. Потом приходили сутенеры, чертили вот такую линию, говорили, если вы еще раз за эту линию зайдете, девочки, в общем, приедет вон там машина, и вас больше никто не найдет. Как это можно все поместить? Что это за служение? Это просто жизнь. Вот это просто дорога через мой дом. Поэтому куда-то вписать и как-то это все оформить, это очень сложно. И люди боятся этого. Люди боятся что-то вне стен. Люди боятся что-то вне систем. И поэтому, если брать, например, мой район, небольшой, здесь у меня аптека, там у меня шоссе с проститутками. Зимой я там бездомным. Иногда вот я иду, просто бегу на работу, и я там могу бутерброд, например, бездомному ударить. Как это все вместе оформить? Да никак. По дороге. Это моя жизнь. Потому что Иисус – путь, истина и жизнь. Так же и я так живу. Иисус – это мой путь, это моя истина и моя жизнь. Поэтому вот так. Вы можете потерять контроль даже над этими людьми, что очень-очень тяжело для авторитарных людей, авторитетных. Второе. Почему наши церкви часто нерелевантны к миру? Потому что неприятно слышать, потому что неприятно слушать про войны, про то, как девочек забирают. У нас был проект «Статус свободный», когда мы выкупили семь девочек из сексуального рабства. Мы их поместили в приют, и они до 18 лет там воспитывались, и потом получали профессии. У нас было очень много разных проектов, где мы доводили подростков до совершеннолетия. Но неприятно слушать их истории. Когда девочка тебе рассказывает, или мальчик тебе рассказывает, как их насиловали. А когда ты видишь и не можешь забрать ребенка. У меня были такие, к сожалению, случаи, когда я своими глазами смотрела, а ничего сделать не могла. Ничего. Когда я шла по трущобам, ко мне подбежали дети, за мной спину встали и кричали, пожалуйста, помоги нам, пожалуйста, нас спаси. Нас избивают каждый день. Их избивали палками полицейские. Они приходили все в крови, потом к нам в арт-центр. Это такой промежуточный центр между моим центром, между улицем и центром, который я забирала. Был арт-центр. То есть туда должен ребенок приходить 3 месяца перед тем, как попасть к нам в реп-центр. Так вот, я вижу, что у них башка разбита. Я вижу, кто их бил. Ну, солдаты, стоят солдаты. И они говорят, Анти, помоги. Стоят за мной. Я в этих трущобах, я иду к этим солдатам. Так я говорю, а вы почему моих детей избиваете? Он доставит палку и говорит, ты хочешь тоже по башке получить? Ты сейчас получишь. Я ему не посмотрю, что ты белая. Что ты тут сделаешь? Я отходила назад. И очень много раз я отходила назад. Знаете? Потом, конечно, мы возвращались, я еще кого-то подключала. Но бывали такие моменты сложные, когда ты плачешь, когда ты хоронишь детей. Знаете? И очень тяжело это слушать. Очень тяжело это смотреть. Я не хотела это смотреть, потому что у тебя уже передоз вот этого всего. И ты уже думаешь, я не могу это больше все слышать. Мне тяжело. Мне тяжело. Наша улица, по которой я всегда шла в трущобах, дети спали, прижавшись к стене. И когда шел... У нас часто идут дожди. У нас есть сезон дождей и сухой сезон. И вот сезон дождей ливень размыл эту стену. И вот эта стена полностью упала на детей. И потом наш социальный работник, он вез на тачке погибших детей, чтобы их опознать. И знаете, это очень тяжело смотреть. Это очень тяжело. Это невыносимо за этих детей, потому что ты сражаешься. Вот почему легче, приятней, понятней послушать тему про благодать, послушать тему, как верить. Семь ключей к успеху. Пять ключей к молитве. Десять ключей к счастливой жизни семьи. Двадцать ключей к благодати. И вот мы сидим в этих ключах. Дальше что мне говорят часто. Это какая-то афера. Зачем так рисковать? И сейчас мне говорят, то вот ты едешь на черный район, тебя же убьют. Капитан очевидность. Ну, это понятное дело. И потому что я взяла на себя ответственность. Я понимаю, что христианская жизнь, это не просидеть всю жизнь, когда тебе комфортно, хорошо. И ты вот слушаешь гимны, читаешь молитвы, и все у тебя вот ровненько и хорошо. Христианская жизнь, это и есть риски. И то, что со мной что-то случится, я вообще не застрахована. И, скорее всего, я понимаю. Почему? Потому что невозможно служить на расстоянии. Вот вы сидите в церкви, у вас ночная молитва. Вы взяли, и вот эту молитву так запустили, и там она полетела вот в этот район. И вы молитесь, да? Так, ну, Бог так может работать, но нам тоже нужно туда идти. Нам нужно идти туда, где неприятно. И рисковать это и есть христианство. Конечно же, нужно включать голову. Конечно, нужно быть мудрой. Конечно же, нужно там обезопасить себя по максимуму. Но точно так же понимать, что да, есть риски. И что христианство — это риски. То есть риски — это не про современное христианство, как я понимаю, потому что мне так много пишут, что как будто бы я не знаю, что со мной может что-то случиться на этих районах. Да, или могло в Африке что-то случиться. Странный комментарий, но я вам хочу сказать, что мы забыли, что такое христианство. Мы просто немножечко забыли, поэтому я хочу поговорить про эту релевантность. А что вы мне дальше скажете? Вы мне скажете так. Наташа, это не твое призвание. Это не наши дети. Не твое призвание. Смотрите, я не наркоманка. Я никогда не употребляла наркотики. Мое призвание ли там наркомана? Нет, конечно. Просто я не могу пройти мимо них. Что такое призвание? Мое ли? Это не мое? Вы открываете Библию, написано, я был в темнице. Вы не посетили меня. Я был наг, вы не одели меня. Я был голоден, не накормили. Вот вам призвание. Ничего сверх этого не нужно. Не нужно получать какие-то сверхоткровения. Сверхоткровения. Бог может иногда сказать, да, езжай туда или сделай то, но Бог мне не говорил идти к проституткам. Ну, я не могла смотреть, как они стоят. Да, девчонки молодые себя продают. Я не могла смотреть, как девочек забирают вот эти мужики 60-летние. У нас была девочка 9 лет, 14 лет. Это несправедливо, это неправильно. Поэтому, ну, ты, естественно, пытаешься забрать этих детей. Ты воюешь за них. Поэтому мое призвание или не мое призвание, тоже интересный вопрос. Ну, не наши дети – это стандарт. Вы понимаете, да, сколько мне тонн писали, что это не наши дети. То есть они делят дети вот эти наши детишки. Если говорить про наших детишек, я им тоже, ну, как нашим, да, я тоже им помогала сколько лет. То есть я ездила в… У нас был проект с колонией для несовершеннолетних. Мы помещали подростков в квартиру в Москве, учили их готовить, учили их. Как профессиям разным, давали им профессии, стирали их на колки, учили их разговаривать, учили их пользоваться транспортом, учили их заваривать чай. Дети не умерли чай заваривать, уже подростки. Да, потому что они там всю жизнь, можно сказать, там то в детском доме, то в колонии. И этому всему мы учили. Поэтому наши они или не наши, да, наши дети они или не наши. Поэтому у меня нет таких каких-то различий и так далее. Странные вещи, которые мне пишут. Бог мне не говорил. И опять же, Бог мне тоже много чего не говорил, но у меня есть мозги, у меня есть сердце. И поэтому я могу что-то делать. Поэтому я могу поехать в туберкулезную больницу. Кто мне говорил, что, а как ты переносишь запах дыма? Я говорю, что самый лучший Новый год был, когда мы приехали с сестрой в туберкулезную больницу, сидели в мужском туалете на корточках, или все пацаны тоже на корточках сидели. Они курили, папиросы. Был такой дым, что я не видела их лица. И у них вот такие контенты торчали. И мы что-то там разговаривали, мы молились за них, мы что-то там читали. Короче говоря, у нас такой был Новый год. Самый прекрасный Новый год. Который один из самых лучших, который у меня был в жизни. Поэтому переношу ли я запах? Вы знаете, опять же, переносим ли мы запахи? Переносим ли мы вот эти все страшные вещи? Или нам легче так вот загорелись свои глаза, закрыть уши и сказать, ну не ужасайтесь, не бойтесь. Войны же всегда были. Это значит, а, нам еще пофигу, что происходит. Мы улетели в небеса. Так вот, нужно немножечко спуститься на землю и посмотреть, какие трагедии происходят в этом мире. И это должна сделать церковь. Потому что церковь – это ответ, ну должно быть, по крайней мере так. Это должна быть соль, это должно быть, должен быть в себе. Поэтому вот так. Дальше. Вот такой мне комментарий прилетел. Стыдно ли служить наркоману? Ну, говорят церковь, да, что стыдно служить наркоману. И я с вами соглашусь. Потому что, когда я ехала на работу, я там была в пальто, на каблуках, вот я еду на работу. И, знаете, Господь мне сказал такую вещь. Наташа, если ты хочешь писаться вот в эти тусовки элитарные, если ты хочешь быть принятой, если ты хочешь быть уважаемой, я это все разобью. Я разобью твою репутацию, я буду тебя всегда позорить. Вот даже не пытайся. Даже, дорогуша, не пытайся. Я пыталась, конечно же, мне хотелось принятия людей. Но Бог сказал, не-не-не, так не получится. Поэтому, когда я ехала на работу, всегда мне на пути попадался какой-то бездомный, наркоман, какой-то зэц пробитый головой, дагестанец, еще кто-то, какая-то девочка там, проститутка. И вот постоянно. И я еду в метро, приличное, одет, и сидит наркоман. Вот он залипает, он иногда грязный, иногда плохо пахнет. У него такие руки огромные. Естественно, я к нему подсаживаюсь. Я ему говорю, хочешь, я дам тебе визитку, чтобы ты поехал на реабилитацию. Бог тебя так сильно любит. Я его обнимаю. Я с ним разговариваю. И знаете, как люди на меня смотрят? С пренебрежением. С такой вот, ну, фу, она сидит с этим грязным. С дагестанцами она идет? Фу. С проститутками она стоит? Ну, наверное, сама там. Она что? На Киевском вокзале однажды я увидела компанию пацанов, они стояли пили пиво за таким столиком. Стой. У них было все в бутылках. Я увидела, что к одному надо подойти. Я к ним подошла и говорю, слушай, Бог так сильно любит тебя. А все пацаны начали на там ныржать, они начали меня стебать. И я стою, сама смеюсь. Они смешно на там нашутили. Я признаю, чувство юмора как бы, ну, я вообще, меня обидеть невозможно. Тем более, когда они смешно шутят, я всегда с ними смеюсь. И вот мы стоим, там семечки, вобла, пиво и такие стеклянные огромные двери и проходит молодежный служитель. И он на меня смотрит. И вот такими глазами у него такой знак вопроса. И он прошел молча, но он рассказал пастору, что Наташа там на вокзале с пацанами поддают. И я хотела сказать, ты нет, ты не понимаешь. Я хотела им про Бога рассказать. Сейчас я, конечно же, не оправдывалась бы, потому что вообще мне плевать, что он во мне там думает. Но тогда, конечно, мне было так, боже мой, что он во мне подумает, бедненькая и несчастненькая. Сейчас мне вообще плевать. Я горжусь этим. Как, опять же, про позор, да. В Африке был такой один, ну, мужчина уже, да, он был в деревне. Кстати, этот пацан тоже покаялся, к которому я подошла. В итоге он тоже, он там пришел ко мне и на домашку. Мы с ним очень много времени проводили. Интересный такой человек. В общем, слава Богу. В Африке был тоже такой мужчина, и он был наркоманом, у него была депрессия, и родственники уже настолько задолбались с ним, что они просто, вот там был сарай, он жил в сарае, в таком темном сарае каком-то, он прям лежал на каком-то маленьком, таком тоненьком матрасе. И мне говорят, слушай, ну, хочешь зайди, вот, не знаю, помолись за него. Я говорю, ну, да, конечно, хочу. Я зашла, помолилась за него, и мы с ним подружились. И я стала к нему приезжать в этот сарай, и я сидела с ним вместе вот в этой темноте, там ничего не видно, знаете, все черное, как бы, в буквальном смысле. И мы с ним разговариваем, и он потихоньку начал приходить в себя. И я уже говорю, слушай, давай с тобой в городе встретимся. И знаете, он в город как приехал, он наделал вот такую рубашку белую, я не знаю, где он ее выкупал. Это нужно было постараться найти такую рубашку, но он, наверное, думал, что он выглядит очень крут. Рубашка с такими вот огромными рюшками, но она была, мне кажется, женская сто пудово. Вот такие рюшки, и он идет, без зубов от него, простите, пахнет, и вот он вот этой рубашке в рюшке с рюшками. Я иду по дороге, пока мпали, и меня просто вот так за руку женщина, вот так, говорит, отойти от этого бандита. И когда мы с ним пришли в кафе, люди на меня настолько осуждающе смотрели, они ко мне подходили и говорили, отсядь от него, нужно тебе с ним возиться. Я кивала головой, да, 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 конечно. И, вы знаете, вот так вот люди показывали пальцем, смеялись, кто-то там даже на камеру снимал, потому что это была очень, ну, такая картина, знаете. Но через несколько месяцев он принял Христа, он крестился, и он бросил наркотики, полностью поменял свою жизнь. Потом я уехала, он поманил в Южную Африку, или как-то так, мы потеряли, в общем, с ним связь. И когда я приехала, я стала жить в трущобах, я иду по улице, и меня просто вот по плечу какой-то мужчина в форме. Я сразу отреагировала, так я говорю, что тебе надо на Луганде? Говорю, ты что? Он говорит, Наташа, ты что кричишь, ты меня не помнишь? Я говорю, нет, я вас не помню. Говорит, так я от Джума. Я смотрю на этого мужчину, он другой. Я говорю, боже мой, вообще-то ты? Он говорит, да, все, все у меня хорошо. Ну, спасибо, я изменился, и я давно уже не употребляю, я работаю. И знаете, я была так счастлива, стоил ли тот позор, вот, ну, того, что он выжил, этот пацан? Конечно, стоил. Я бы еще готова там сто раз так опозориться. Ну, в наших глазах это позор, в моих глазах это огромные привилегии, потому что, когда мы здесь тоже выехали в парк с ребятами нашими с района, люди точно так же смотрели, осуждающие, фу, и меня спрашивает парень, он говорит, тебе стыдно со мной, тебе честно, тебе стыдно с нами, с нашей компанией идти? Я говорю, я, я горжусь, что я с вами, говорю, ребят, вы чего? Я говорю, это же, ну, это прекрасно, поэтому, знаете, стыдно ли, Бог будет, конечно же, ломать вашу гордость, он будет ломать вот эти стереотипы, чтобы вы не привязывались к людскому мнению, и это прекрасно, потому что это дает свободу, и сейчас я не завишу от людского мнения, когда на меня в забегаловке смотрят, ну, куда я приезжаю, презрительно, я думаю, ой, да пошли, вы знаете, куда, мне хорошо, я знаю, что я делаю. Да, пожалуйста, если вы с Украины, с Киева, привет, привет, я была в Украине, знаете, много раз, и я была в Запорожье, в Харькове, в Сумах, в общем, я проехала Украину, и люди, зная, что я москвичка, во Львове, я короткое время училась во Львове, зная, всем я говорила, что я москвичка, я не знаю украинский язык, поэтому я говорила на русском, никто никогда в жизни не сказал неплохого слова, никогда, меня принимали, меня кормили, мне открывали свои дома, мне помогали, на улице помогали, даже когда там машина у нас застряла, зная, что мы москвичи, делатель всегда не хватает, дел Божий, потому что Иисус просил молиться Господину выслать, да, и об этом мы сейчас и говорим, итак, про престижность до служения, мы думаем, что релевантность церкви, релевантность церкви, это когда мы будем, как мы будем отвечать на запросы этого мира, мы сделаем музыку лучше, мы сделаем песни круче, на кто мне присылает христианский рэп, есть христианский рэп нормальный, наверное, я так думаю, хороший, есть, есть, но я его, скорее всего, не слушаю, поэтому мы можем, конечно, тянуться, тянуться за этими высотами, вот, но как мы хотим быть релевантными к миру, музыки, у нас хорошее освещение, у нас крутые залы, у нас крутые конференции, у нас даже разрешили ходить в джинсах, драных, с этими рваных, в церкви, и мы думаем, что так мы подходим к этому миру, но я не про ту релевантность говорю, я говорю про то, отвечает ли наша церковь на трагедии этого мира, или мы от них отгородились, или мы говорим, что мы просто помолимся, или мы говорим, что это не наше призвание, или мы просто где-то там, знаете, в облаках летаем, мы говорим, что ну не бойтесь, не ужасайтесь, войны были всегда, и тому подобное, что равно, просто забей, на все закрой глаза, это бессердечность, еще раз говорю, никогда не пишите мне такие комментарии, никогда мне не звоните, и не говорите эти комментарии, потому что это бессердечность для меня, пожалуйста, не надо, лучше не надо, вот, поэтому, если мне говорить, смотри, наша церковь отвечает на нужды этого мира, у нас есть служение, детским домам, у нас есть служение на корме голодного, и у нас есть миссия, я вам скажу, я многие годы в Африке, я абсолютно понимаю, о чем я говорю, это значит, что из всей вашей церкви 500 человек, 5000 человек, или 50 человек, один человек служит наркоману, два человека служит наркоману, три человека, допустим, даже пять человек, один человек едет на миссию, два человека едут на миссию, на неделю едут, про неделю я уже говорила, пожалуйста, Посмотрите мои другие эфиры, да, про недельные миссии. Миссионеры, многие, больше портят детей. Или кто едет на жительство в детские дома, вы портите детей, я это вам открыто говорю. Я говорю про то, опять же, на картинку посмотрите, да, вашей церкви. И, например, ЮНИСЕФ, которое отражение проблем всего мира, сходятся ли они, тем, чем заняты мы, да, и тем, чем заняты 2-3 человека в вашей церкви. И вы говорите, что это и есть служение. Нет, это 2 бедных человека, несчастных, тянут миссию. Я говорила, что моя сестра, которая служила в Нарофоминске, снимала домик у пастора, платила пастору деньги, чтобы взять койку места в избушке на курьих ножках. Где она работала? Она красила машину в автосервисе, пришивала пуговицы на каком-то заводе, развозила пиццу, развозила суши, и вот эти вот остатки суши, обрезки суши, она всегда говорила, не выбрасывайте, потому что мы будем их есть. Ловила лягушек. Что такое ловила лягушка? Это на авито выставили объявление, нам нужно поймать 100 лягушек. Моя сестра ей шла в лес и ловила этих лягушек. Это называлось, мы зарабатывали как могли, понимаете, миссия, да? Я не пойду на миссию, если мне не платят. Кто тебе должен вообще платить? Или кто тебе должен обеспечивать? Вот иногда ты ловишь лягушек, не иногда, например, 7 лет, да? Там ты крутишься, вердишься и думаешь, как заработать. Она занималась аэрографией много, она занималась доставкой, ну и там были такие дикушные работы. И, то есть, вот эта миссия, да, один человек, два человека с ней еще служила, одна девочка, 24 на 7, к ней приходили бывшие наркоманы, действующие наркоманы, дети наркоманов, которые оставались в итоге, да, в этом домике, потому что родители там уходили куда-то, в запои, приходили там бандиты, угрожали, и вот так 24 на 7, а еще работы. И приходил пастор в воскресенье, только, ну, в воскресенье он приходил, открывал Библию, читал Библию, всех учил, закрывал Библию, а потом моя сестра опять оставалась вот в этом вот во всем, в безумии. И, ну, другой момент, что мы не поставили границы, мы тоже были созависимы, не могли ничего высказать пастору и так далее. Но потом вот эта церковь, ну, церковь, да, можно назвать, потому что пастор был в церкви, представлял отчеты, наша церковь занимается наркоманами, проститутками, там, детьми и так далее, и так далее. Так это не церковь ваша занимается. Это моя обедная одна сестра с ее подружкой. Вот такие два метра пятьдесят девочки, да, тянули на себе все. А еще работали, а еще и вам бабки платили за то, чтобы снимать этот несчастный домик. Я, как созависимая, не защитила от этого безумия свою сестру, за что каюсь. Да, ну, вот так, вот так мы жили. Это мы переживали, и про это я говорю. До сих пор она рядом с этим городом, но, вы знаете, 23 года она закончила институт, собрала вещи, с высшим образованием уехала в деревню. Непонятно куда, непонятно какому пастору, и вот это все переживя. Конечно, сейчас она все переоценивает, сейчас она проходит тоже 12-шаговую программу, избавляется от всего безумия вот этого. Видели мы очень много чудес, много людей каялось, действительно приходили к Богу и сейчас служат. Но я вам еще хочу сказать, что я помню, что этот пастор выдавал, что делает церковь, за то, что она тащила одна или вдвоем. И это неправильно. Не нужно говорить, что наша церковь занимается. Нужно сказать, что Ксюша Герасимова занимается этим, этим, этим. В ее городе, в Нарафа-Минске, ее все знали как матушка Ксюша, потому что знали, что в дом к матушке можно прийти, можно постучать, она всех выслушает, накормит, выведет в шею у этих деток, примет их, с операми мы разберемся, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, я знаю, о чем я говорю. Подумайте, чем заняты мы? Отвечаем ли мы на те трагедии, которые происходят в этом мире? Почему мы отгораживаемся? Почему мы ищем какие-то разные извинения себе? Почему мы не хотим видеть эти страшные вещи? Я понимаю, что это неприятно. Когда я ездила в ПНИ, это интернет для умственных отсталок, для деток, я туда ездила в течение года, каждый выходной. У меня не было ни одного выходного, когда бы я не поехала. А это 385 километров туда, 385 километров обратно. Иногда я оставалась там ночевать, потому что это было очень тяжело. У меня не было машины, я просила людей, чтобы они меня везли. Со мной однажды поехал полицейский, он какой-то там то ли майор, то ли сержант. Ну, короче, такой прям мужик. Я ему говорю, когда мы подъезжаем, я говорю, вы можете со мной зайти и вот посмотреть на деток, посмотреть, как они живут. Он говорит, не-не-не, я не хочу, ты слишком. Я просто тебя привез как водитель, и все. И когда я ему говорю, да там нормально, там хорошие детки. Вот в эту минуту, там есть такой подвал, ступеньки вниз, и когда детей наказывали за правильность, их тащили в этот подвал. Я об этом как бы знаю. И вот в эту минуту, как он подъезжает, я ему говорю, что все хорошо. Я вижу, как пацана вот так за шкермом, вот так вот по ступенькам просто тащат вниз. Я знаю, что он там для наказания, да. И он говорит, Наташа, это что? Что я ему сказать? Это реальность жизни. Это реальность, с которой мы не хотим сталкиваться. И не хотим бороться с ним. Не хотим говорить про нее. И когда я начинаю про это говорить, мне говорят, ты осуждаешь, ты критикуешь. Но, скорее всего, я хочу, чтобы мы задумались. Чем мы заняты? Лично мы, да, и тело Христа. Почему мы не идем туда? Почему мы об этом иногда проповедуем даже? Но не идем. И почему мы? Никогда я не слышала ни разу в своей жизни за столько лет, чтобы в церкви говорили про войны, про военные конфликты, что очень важно. Про детский трафик, про педофилию и как с этим бороться. Почему у нас темы отстранены хорошие, христианские, библейские, но отстраненные от людской боли? Это просто вопросы, с которыми я вас оставлю. Всем хорошего дня.